Окей, добрый вечер. Данный кол посвящен теме карьеры в автоматизации, также дорожной карте развития. По большей части дорожная карта развития включает в себя инженерные навыки и знания, но будет в дальнейшем дорабатываться по части также каких-то софт и ледершип скиллов, чтобы человек, работающий в этой сфере, мог себя развивать на позиции как менеджер и директора и так далее. Как я уже сказал, Жанебек Искендир, основатель компании Systems Consult, также являясь партнером в компании IME Automation Service, это компания, которая занимается промышленной автоматизацией, позиционирует себя в качестве системного интегратора, а также производителя собственных решений. Проработал 12 лет в Honeywell, из них 4 года был в TCO на различных позициях, от проект инженера, филд-сервис инженера и до лид-инженера и в дальнейшем аккаунт-менеджер в группе Sales. Вот, поэтому, так скажем, есть небольшой опыт, с чем можно поделиться. И также этот колл, я надеюсь, он будет где-то интерактивный в плане услышать фидбаки от вас, где можно улучшить что-то, где что-то, так скажем, добавить, мы упустили это. Ну и в принципе, так скажем, организовать такого рода диалоговую площадку для тех, кто связывает себя так или иначе с этой сферой, да? Окей, roadmap, если, так скажем, high-level review, то как бы инженер, либо же специалист в сфере автоматизации, он должен быть знаком со следующими направлениями. Это как, в целом, должен знать индустрию, в том числе рынок Казахстана, что здесь развито, что мало развито. История автоматизации где-то по процессам, да, по технологическим процессам, так как автоматизация подразумевает под собой именно автоматизацию технологических процессов, да, также, то нужно понимать эти технологические процессы, как oil and gas, upstream, downstream, midstream, mining, metals, энергетика, пищевая промышленность и фармацевтика, которые у нас, так скажем, более-менее развиты. Проектирование, все начинается с проектирования, как feasibility study, далее идет базовое проектирование, детальное проектирование, и как уже все подключено, все в работе, то идут какие-то изменения, эти изменения должны проходить по определенным процедурам, как называемый change management, либо же KZI, контроль за изменениями. Полевое измерение, здесь мы этот топик сейчас более детально раскроем, полевое измерение технологических параметров, также средства измерения и actuator, да, так называемые, то есть средства оповещения firing gas. Далее уже системы, это системы базового управления control systems, как PLC, DCS, CADA, HMI, APC, система безопасности, это ESD, firing gas, где-то также TUF, вот. И в ходе вообще вот этой сессии я не буду эти аббревиатуры переводить на русский язык, допустим, как называть там ESD, SOW, либо же firing gas, как PIC и так далее, так как от этого вводится больше путаницы в целом сферу, и мне кажется, когда, в принципе, специалист говорит ESD, всем понятно, да, что это emergency shutdown, и в голове человек может перевести это как система противоаварийной защиты, либо же систему аварийного останова. Далее, IT-инфраструктура, да, то, что сейчас очень тесно связано с автоматизацией, идет вообще IT-компердженс в целом во всех сферах, связано это с цифровизацией и, так скажем, конвердженс с физическим миром, да, physical world, и то же самое не обходит и автоматизацию, поэтому все вытекающие вещи от IT, как сети, кибербезопасность, IT-системы, это становится актуальной и в автоматизации тоже. Системы Level 4, MES, ERP, Asset Performance Management, IPM и другие advanced системы. Это то, что касается родмапа High Level, вот, более детально мы его постарались разбить таким вот образом, слайд будет расшарен позже, и вы можете смотреть слайд и как бы иметь под рукой как своеобразный родмап. Всем экран видно? Вот эти вот надписи, они читабельны? Да-да, видно. Окей, супер, отлично, Рахмет. А на Коле есть люди, кто имеет больше пяти лет опыта? Так, в целом, что по REST HAND вижу Адилия, чтобы знать также, кто у нас в аудитории сегодня. Окей, теперь по документации. Как я уже говорил, да, вначале у нас идет проектирование, вот, проектирование, оно начинается с документации, и здесь кое-какой список документаций мы привели, чтобы инженер в автоматизации понимал, с какими документами ему придется сталкиваться при работе, либо же разрабатывая их, либо же применяя их при сервисе, либо же применяя их при выполнении проектов, да, это стандартные, там, IO-листы, P&ID-дровинги, cause and effect-диаграммы, power calculation, backup plan, функциональные и детальные проектные спецификации, да, Detail Design Specification, Functional Design Specification, перечень материалов, расключение кабелей, архитектура, процедуры, да, как заводские приемочные испытания, FAT-процедуры, SAT-процедуры, функциональные тесты, loop-чеки, все вот эти вот документы, они применяются в автоматизации на различных стадиях, а здесь, конечно же, перечислены не все документы, но, так скажем, большинство, и основные уже точно данные, да, как, допустим, P&ID-drawing, IO-лист, и, как бы, имея под рукой этот роудмап, где-то вы можете позже дополнительно в гугле, либо же, ну, в целом в сети посмотреть, как эти документы выглядят, как их разрабатывают и так далее, для тех, кто не знаком с этим. И непосредственно для разработки вот документов используются следующие инструменты, которые, скажем, если вы работаете на стадии проектирования, либо же там модификации этих документов, то вы, конечно же, должны знать Word, Excel, Visio, AutoCAD, и, возможно, если вы работаете в проектной организации, то SmartPunk инструмент и различные drawing generator, то есть генераторы чертежей, допустим, как на рынке есть E3 drawing, можете дополнительно потом посмотреть в сети, которая позволяет вообще генерировать чертежи от перечня материалов, к примеру, да, то есть у вас есть список материалов, компоновки вашего шкафа, вы знаете, какие там контроллеры, какие процессоры и так далее, и вот этот tool, он сгенерирует вам чертеж, там общий вид, какие-то калькуляции даст и так далее. Вот. Теперь касательно полевого измерения, это уже основные наши четыре измерения, это Flow, Pressure, Temperature, здесь опечатка Level, то есть уровень расход, давление, температура, аналитические инструменты, где-то коммерческий учет, тоже там применяются различные расходомеры, но уже в купе с различными другими приборами для, так скажем, корректировки, да, температурный датчик, подавлению, также платномеры и так далее. Вот. И коммерческий учет, он, в нем есть большая своя специфика, предъявляемая, так скажем, к линиям вот этим учета, к средствам измерения и также к самим непосредственно контроллерам, в алгоритмы, которые там заложены, алгоритмы калькуляции, разные по ГОСТу, по API и другим там стандартам. Вот. Control elements, то есть исполнительные механизмы, как различные клапаны, задвижки, firing gas detectors, firing gas actuators, это здесь тоже можно, да, расширить список, там, перечислить smoke detector, heat detector, принципы их работы, да, flame detector, то есть датчики там обнаружения пламени, вот, и также как actuators, здесь саундеры, бэконы где-то, системы тушения, пожара, да, и так далее. И по, вот, именно по части филдовой, конечно же, специалист по автоматизации столкнется с подбором кабелей, различных водов, лотков, джанкшин-боксов, и также с понятиями, как искра безопасности и взрывозащита. Вот. Из этой части уже переходим, это было, да, поле, ранее была у нас документация, далее системы безопасности, ну, в принципе, здесь тоже, да, все перечислено, те топики, которые по системам безопасности должен знать инженер, системы базы автоматизации, дискретная там логика включения-отключения, непрерывная логика, где используются пид-регуляторы, да, пид-регуляторы тоже там различные есть модификации, как каскадные пид-регуляторы, сплит-контрол, и так далее, то есть это тоже там целая наука, да, даже вот эти тюнить коэффициенты пид-регуляторов тоже требуют определенных знаний и навыков. Блокировки интерлоки и переместив, то есть разрешение условия пуска, вот, это то, что касается control system. Вот, конечно же, как, ну, roadmap выглядит довольно таким громоздким, да, но во многих, так скажем, больших организациях есть разделение труда, к примеру, этим занимается, да, design engineering, полевым оборудованием занимается именно инструмент инженер, по части safety instrumented systems, да, начиная вот HASOP стадии, процесс hazard analysis и заканчивая системами занимается вот группа там safety instrumented systems, потом вот этот control system, он может уже тоже разделиться, да, на позиции, как PLC инженер, DCS инженер, electrical control system инженер и так далее, то есть иногда порой ну как бы инженер может вот эту свою часть знать, что-то из этого тоже как бы из списка документации знать, что-то из смежных областей понимать, вот, и как бы не погружаться в другие роли, да, но тем не менее у инженера часто бывает такое, что его вот эта карьера, мы сейчас на других слайдах посмотрим, да, как может сложиться там горизонтально, вертикально, когда он может допустим вначале работать инженером по safety системам, потом перейти на control системы, да, либо стать там SCADA инженером и так далее, то есть для таких вот сценариев как бы тоже roadmap полезный иметь, ну как бы видеть, в каком направлении развиваться и приобретать знания. По части SCADA, вот, да, ну то, что нужно понимать по SCADA, это базы данных, там сигнализации, протоколы, где-то какой-то скриптинг, если дополнительная там калькуляция происходит, либо же коммуникация со сторонними системами от этой SCADA, да, HMI, как, можно сказать, отдельная наука внутри SCADA со всеми стандартами по development HMI используемыми используемыми технологиями, как каскадинг, стайл шейпы, скрипты и так далее, да, и также в HMI заходит там дизайн, ну, у нас в Казахстане это мало развито, но, допустим, в Европе много компаний, которые именно занимаются разработкой мебели для там операторских консолей, и они учитывают там эргономику, учитывают различные abnormal situation management практики, вот, также вот по части HMI полезно почитать дополнительно вот эти вот ASM гайдлайны и вообще стандарты, ну, и не только по HMI, в принципе, по safety системам, по системам безопасности, по кибербезопасности, очень много стандартов, определенная часть, причем, она такая доступна в открытом доступе, как, к примеру, если по cyber security, есть такие NIST стандарты, National Institute of Security, кажется, как-то примерно так, NIST стандарты именно по кибербезопасности, и, как я уже говорил, в связи, с IT, OT, Convergence, актуализируется, да, знание по IT, администрирование операционной самой системы, там, где-то знание по виртуализации, знание по безопасности, то есть, как там, учетные записи, группы пользователей, тайминный контроллер, как это все выполняется, конечно же, сети, как целая наука, и и кибербезопасность, да, со всякими, hardening, penetration testing, и так далее, вот, конечно, Cybersecurity позиция в процесс-контролл нетворках, в автоматизации, это, как бы, отдельная позиция, да, требующая определенного набора знаний, навыков, но, тем не менее, Control System инженер тоже должен понимать часть из этого, поэтому вот этот вот Cyber Awareness Training, возможно, вы это в своих компаниях периодично проходите, он, как бы, имеет место быть во всех организациях, да, далее Level 4 системы, вообще Level 4 системы, это взаимодействие с бизнес-сетью, и, наверное, здесь основной самый, скажем, узел, это будет исторический сервер HISTORIAN, который накапливает исторические данные из PLC, из датчиков, там, различных, Gateway, и, конечно же, со SCADA серверов, вот, потом выдает это для аналитики, там, различные Valar Management системы, System Management, различные MESA, YAMA, IPM, и так далее, вот, и отсюда из Level 4, ну, также можно это, наверное, к Level 3 отнести из такие системы, как Documenting and Change Management, когда у вас весь, так скажем, вся сеть автоматизации подключена к этой системе, и она документирует, какие изменения есть, вообще, что там сконфигурировано, что там из железа, как бы присутствует, делает инвентаризацию и так далее, ну, удобные вещи, вот, и Advanced Process Control, это тоже, да, не к Level 4, больше к Level 3 относится, вот, и здесь мы оставили поле, оно будет, наверное, для, так скажем, закрытия более такие leadership, management skills и так далее, это по roadmap, теперь по карьере, это такое, так скажем, наше видение в компании, основные моменты мы постарались учесть, тем не менее, возможно, что-то из этого упустили, поэтому после сессии у вас есть какие-то замечания, комментарии, очень приветствуются, вот, Control, Automation and Control Career Pass можно разделить условно на три больших подсекции, да, то есть это вы можете работать у заказчика, можете работать у EPC компании, также у проектного института, также можете работать у вендора, либо же у, так скажем, системного интегратора, и вот, допустим, тот же, скажем, где тут, Project Engineer, да, EPC компании и Project Engineer у вендора и также Project Engineer у конечного пользователя, у них на самом деле роли будут отличаться, вот, кто может примерно предположить, что делает Project Engineer, допустим, EPC компании, что делает у заказчика и что делает Project Engineer у вендора или системного интегратора. проектный инженер у заказчика курирует всю работу, координирует семи, да, всеми шейерхолдерами, ресурсами, ресурсами и вообще людьми. Потом Project Engineer у вендора более занимается, в моем понимании, пусканалак и отвечает за оборудование, которое вводится в эксплуатацию. EPC я не совсем понял, что есть EPC. EPC, ну, допустим, компания, как на рынке, KGNT, там... Да, Каспионный газ, ну, подрядчики, грубо говоря. Да, которые... Каспионированию нефтегаза, вот это все, автомизация управления. Верно. У них чисто проекты, то есть они могут разработать, написать, допустим, джоппак, подготовить джоппак, подготовить чертежи, но дальше они передают весь этот рабочий пакет, допустим, координатору, либо супервайзеру от самого заказчика. Да, да, верно. Спасибо. Ну, значит, да, то есть, к примеру, здесь есть какие-то fresh graduates, которые только вышли с университета, и они видят в LinkedIn или там на сайте, да, в HeadHunter позицию project engineer. И поэтому project engineer у рознь, да, то есть он у EPC выполняет одни задачи, у вендора выполняет другие задачи, у заказчика выполняет третьи задачи, да, и у заказчика он даже больше, наверное, как менеджер, да, нежели чем как бы не делает работу самостоятельно чаще всего. Вот. Поэтому вот такое вот, да, есть подразделение, то есть, когда у нас есть заказчик, у нас есть EPC, вендор, либо же интегратор, и внутри уже этих компаний тоже есть своего рода подразделение, допустим, у заказчика, у конечного пользователя таких компаний, как ТШО в нефтегазе, да, либо же в майнинге, может быть, Казминералс, есть свои уже подразделения, проектный отдел, который занимается проектами, выполнением проектов, после пуска наладки сдают это уже в operations, в production, и поэтому есть вот production, который занимается именно эксплуатацией уже, там, систем, оборудование и так далее, и также у заказчика, к примеру, может быть свой research and development, к примеру, в случае с ТШО это в Chevron, в Chevron есть свои там ETC, engineering technology team типа такого, вот, у EPC такого, наверное, подразделения меньше, но тем не менее там есть те, кто выполняет проект, есть те, кто там закупают, есть те, кто строит и есть те, кто запускает, примерно так, вот, у вендора на передовой, да, то есть front office sales, поэтому, допустим, если вы являетесь заказчиком на стадии проектов, где-нибудь здесь находится, project engineer, да, вы вначале работаете с sales командой у вендора, после, когда проект там передается у вендора в проектную команду, в проектный департамент, то вы уже работаете там с проектным департаментом, да, и после того, как вы совместно с проектными департаментами запустили систему там сдали в эксплуатацию, то уже production здесь работает, и допустим, у вендора работает отдел сервиса, поэтому, допустим, вы можете видеть позиции, как field service engineer, это уже то, что касается чаще всего эксплуатации оборудования в работе, вот, и допустим, есть ли у вас предположение, к примеру, будет ли тяжело в fresh graduate пойти сразу на field service инженера, какие у вас идеи? Да, конечно, будет сложно. Мне кажется, наоборот, fresh graduate, наоборот, лучше идти сначала в обслуживание, техобслуживание, то есть field service инженера, чтобы он пощупал, увидел, прежде чем идти в проект, проекты, проектировать. Мне кажется, сначала нужно иметь полеволк, какой-никакой. Ну, здесь палка двух концов, да? Ну, с другой стороны, допустим, как бы, в серьезных продакшенах, производствах, вы, если пришли с универа, то вам, ну, грубо говоря, никто не даст работать с работающим оборудованием неопытному инженеру. Поэтому у вас вот этот learning curve, он там где-то будет длинный, как бы, объективно. Вы основные работы сможете выполнять либо же во время шатдауна, либо же во время, так скажем, когда новые какие-то проекты происходят, онбординг. Поэтому где-то, может быть, стоит сначала в проектах поработать, потому что проект делается там в более безопасных условиях, там в офисе проектируется, сами вот эти алгоритмы пишутся, конфигурация готовится, потом идет пусконаладка, это тоже там, так скажем, более щадящий режим, да, а когда система уже в работе, то тяжелее там что-то выполнять на самом деле. Но вот в то же самое время, согласен, да, с вами, с вашим комментариям, когда в проект, наоборот, приходит человек, в проект приходит человек с полевым опытом, то, конечно же, он уже при проектировании, либо же при подготовке алгоритмов, при подготовке конфигурации, он учитывает весь полевой опыт. Я могу пример привести из своего опыта, когда, допустим, раньше мы в проектах SCADA-систему конфигурировали, там, допустим, условно, тысячи-две тысячи точек, и сдавали на все точки алармы, и все ставили этот high priority. Ну, мы думали, что все алармы очень важны, короче, особенно, когда это, да, тревога, отключен, там, вот такие, вот, но, оказывается, в сервисе не так, то есть, во время эксплуатации команда чистит эти алармы, потому что оператору, ну, нельзя все тысячи как бы точек выдавать с одинаковым приоритетом алармов, там, у него должно быть час времени, то ли 12, то ли еще меньше количества, там, high priority алармов, иначе он не будет справляться. Поэтому вот с учетом этого, допустим, опыта, если сервисный инженер приходит уже в проект с таким опытом, то он уже, соответственно, проекты делает более качественно, подходящими, непосредственно, на сайты. вот, ну, допустим, здесь также вот этот career roadmap, к примеру, у заказчика, да, инженер, ну, эти инженера, как я уже на предыдущих слайдах говорил, по каждой дисциплине могут разделяться, быть, как SCADA инженер, PLC инженер, SAS, cyber инженер, IT инженер, внутри IT, там разделяться, да, на network engineer, backup restore, database engineer и так далее. Вот, над ними стоит Team Lead, как правило, у конечного пользователя, над ними супервайзер, над ними суперинтендант, над ними operations manager, production manager, ну, это то, что касается продакшена, поэтому, ну, вот в этом career roadmap где-то постараются учесть как бы и вертикальный рост, и в горизонтальном, да, в различных департаментах, плюс в различных компаниях, либо, так скажем, различные стороны заказчики и подрядчики. Вот, есть какие-то вопросы, комментарии? даже по комментариям, вот вопрос был, где лучше начать Fresh Graduate? Вот, соглашусь с вами, да, лучше начать именно с коммершинга, с моей точки зрения, как там оборудование еще не рабочее, можно пощупать, потрогать, узнать, как работает у мастеров, у более знающих людей, и так же было бы хорошим вариантом начать у вендора, у поставщика оборудования, там, допустим, где компания собирает шкафы, так же работать по арте заданию, так же с неработающим еще не оборудованием, узнать все от начала до конца, и если уже дальше идти, поучаствовать на пускомолотке. Да, абсолютно согласен, когда, допустим, ну, в начале, наверное, всегда лучше, если с низов прям начинать, да, то ручками поработать, и вот именно своими руками что-то делать, это чаще всего делает, ну, как бы вендор, либо же интеграторы, вот, а, допустим, конечный пользователь чаще всего координирует эти работы, ну, занимается какими-то бумажными работами, да, там, выпуск тикетов и так далее, таймшиты заполняет, вот, и, конечно, он тоже может работать на, собственно, руками, грубо говоря, на, на системах, либо же на оборудовании, но чаще он, вот, работает такими координирующими, координирующими действия делает, поэтому, если есть возможность, наверное, вот, начать работать у вендора, либо же у интегратора ручками, потом уже с этим, так скажем, опытом, плюс, когда вы вендора изнутри знаете, вы переходите к заказчику и, как бы, приносите больше пользы заказчику, но это всегда есть исключение, и это не такое, прям, да, правило, вот, это где-то может быть, возможно, даже, мое субъективное мнение. В то же самое время, на самом деле, в Казахстане не так много альтернатив, выбора, вот, есть несколько, есть несколько топовых вендоров в автоматизации, плюс, есть несколько, там, топовых конечных пользователей, и, причем, вот эта вот часть проджекса, да, у вендоров чаще всего вываливается, она делается где-то не в Казахстане, вот, поэтому чаще у вендоров, допустим, только сервис развит, вот, ну, и в целом в Казахстане, да, развит комиссионерный сервис, если заметите, большинство работ, он, либо же, пусконаладка, либо же, обслуживание, либо же, это стадия продаж, там, сейлс-инженер, сейлс-менеджер, примерно так, а вот, проект инженеров, у нас, к сожалению, меньше, в связи с тем, что проектов выполняется меньше на рынке, вот, Ерлан поднимал руку, или какие вопросы у вас? Да, я просто хотел просто добавить относительно к нам. А, да, да, конечно. На самом деле, тут, если кто вот только заканчивает университет, он уже на третьем, четвертом курсе, уже должен о себе заявлять, говорит, а дальше уж там как повезет уже, как получится, кто-то, допустим, идет в проектирование, там, кто-то, допустим, его действительно те или иные навыки пригодятся и в строительстве, либо на пусконаладке, либо время строительно-монтажных работ, поэтому уже нужно о себе заявлять еще раньше третий, четвертый курс и побольше делать лабораторные работы, хотелось бы добавить, которые будут у вас лабораторных. Да, Рахмет, Ерлан, у Ерлана большой опыт именно вот в этой части. Он проектировщик, сеньор, инструмент, инженер. И соглашусь с Ерланом, что, да, действительно, иногда бывает, ну, нет времени это все выбирать, но если вы начнете пораньше, там, с третьего-четвертого курса уже, так скажем, строить какие-то планы и быть активными, как Ерлан говорит, то лишняя информация, она никогда не помешает. И также, если вы будете понимать такой roadmap, вы примерно можете планировать, куда вы можете по горизонтали и по вертикали перейти. Вот. И тут, к примеру, я хотел также отметить, что на такие позиции, как, допустим, Vice President у вендора, если вы прямо уже захотели, да, стать Vice President, то вам нужно в долгосрочном порядке где-то какой-то relocation рассматривать. то есть, ну, я не видел, что в казахстанских офисах у вендоров вице-президент, как бы отвечающий за целый регион, он сидел в казахстанском офисе. Он сидит либо же в Дубае, либо же там в Юкее, либо в любых там других европейских городах, либо же вообще в Штатах. К примеру, ну, так вот ситуация складывается. То же самое и с заказчиком на каких-то ролях вы, ну, если хотите там глобал, да, там корпорейт левел быть, то возможно вам понадобится relocation. Ну, с моей стороны все. Если есть какие-то вопросы, комментарии, давайте обсудим. Если нет, то можем завершить. Спасибо вам большое за время. Вы вот ранее курсы по автоматизации предлагали, сейчас никаких актуальных курсов нету, у вас набор не намечается? Пока группами мы не делаем, потому что столкнулись с тем, что, ну, во-первых, мы загружены в данный момент, во-вторых, группа тяжело набирается, и даже если она набирается, то большинство людей они совмещают с текущей работой могут только после шести. И то не каждый день, у кого-то варта, поэтому это проводить тяжело. Нам бы даже, может быть, хотелось бы это уже не онлайн, а в оффлайн формат перевести, да, в классах и так далее. Но пока вот такие вот есть сложности. Но пока доступны программы, кстати, сейчас и по кибербезопасности тоже разрабатываем программы, где есть там hands-on какие-то лаборатории, пошаговые инструкции, плюс видеозаписи от предыдущих подобных лекций, и можно эту программу приобрести, и как бы там уже по ней продвигаться, и если какие-то вопросы есть, всегда можно задавать в телеграм-канале. По cyber security получается, это будет полностью онлайн, либо это лаборатория прям ходить и практиковаться? По cyber security да, лаборатория планируем сделать, там, четыре виртуальные машины, это, там, прям эксперт его готовил на какой-то виртуалке, там, SCADA-система, на какой-то это Kali-Limit, Xux, делает, там, именно хакинг, SCADA-системы, да, какие-то вот задачи, вот, примерно так. Спасибо. Поэтому это больше такое даже, ну, hands-on, именно по системам, вот, и мы, ну, вот эта вот компания Systems Consult, YME, мы позиционируем себя больше на этой стороне, то есть, как бы, автоматизация обширная же, есть проектирование, документация и так далее, есть там обслуживание, мы себя позиционируем больше на системной части, то есть, это начиная от кроссового шкафа до Level 4 систем вот в этом промежутке, и также вот базовая автоматизация и кибербезопасность. отборожая